Всем приветик! Сегодня хочу ответить на один из самых часто задаваемых нам вопросов. В тех видео, которые мы сняли про переезд в Подмосковье, практически под каждым из этих видео и не один раз встречается комментарий «Расскажите, как с работой в Пушкино?» Именно по вопросам работы. Вот сегодня я хочу знать такое обзорное видео по поводу работы в Пушкино. Естественно, это мое мнение, мнение, так скажем, нашей семьи. И, возможно, у кого-то оно будет другим, и кто-то с нами не согласится и так далее. Прожили мы здесь сколько? Полтора года сейчас. И что мы можем сказать из того, что мы видим здесь, и из того, с кем мы встречались, общались и так далее. Конечно, Пушкино, что говорить, это не Москва. Пушкино находится в 15 километрах от Москвы, если кто-то вдруг не знает, не видел там наши прошлые видео. Конечно, выбор вакансий здесь не такой большой и не такой разнообразный, как в Москве. Если в Москве вы можете найти, я не знаю, мне кажется, в Москве можно найти любую профессию, вот кем бы вы не захотели стать. Циркачем, не знаю, дрессировщиком, фотомоделью, актером, я не знаю, космонавтом, пилотом. Я не говорю даже про простые вот эти вот вакансии, которые там маркетолог, программист, инженер, врач, ну, все что угодно вы можете найти в Москве. То есть, ну, вот любую, какая вам в голову взбредет, да, вакансия, вы ее там найдете. В Пушкино, конечно же, этот список сужен, так скажем, то есть, ну, я, по крайней мере, не встречалась здесь таких каких-то очень редких, там, не знаю, необычных вакансий, да, таких вот, ну, типа космонавта или что-то такое, но я не видела. Возможно, есть, возможно, все-таки где-то требуется, но я не видела. Что здесь можно найти? Естественно, здесь очень много развита сфера торговли, то есть, каких-нибудь продавцов, администраторов торгового зала, не знаю, директоров магазинов и, как назвать их, крупных вот этих вот пятерочек, ну, то есть, продуктовых таких, Ашан, Дикси, там, Перекресток, Ярче, какая тут у нас еще, Глобус, Азбука Вкуса есть. То есть, вот эти вот все магазины здесь присутствуют, и вот весь персонал, который требуется на местах, естественно, он востребован, да. Те же самые, что у нас еще есть, ДНС, да, если не брать вот эти вот, как сказать, пищевые вот такие вот магазины, и ДНС, и МВидео, и Хофф у нас открылся, и Леруа, да, вот строительная отрасль, Леруа, большой магазин, открывается. Сейчас вот буквально, может быть, уже открылся, либо вот скоро-скоро прям совсем вау-центр, еще один огромный гипермаркет. Ну, то есть, вот эта вот сфера людей, которые работают там, и в сфере, там, продавцов, и администраторов, и какие-то более высокие позиции, там, да, их руководители, руководители отделов, руководители, там, занимающиеся логистикой, вот всем. Вот этот весь персонал, он востребован здесь, и это здесь есть, и таких вакансий здесь много. Частенько вижу вакансии медработников, то есть, это и врачи различные по разным направлениям, это и медсестры какой-то, младший персонал разный. Есть, потому что здесь есть и больницы, здесь есть поликлиника разных отделений, и вот, ну, частенько я вижу, что требуются, тоже туда работники. Редко, почему-то, достаточно как-то нечасто встречаю учителей, но, возможно, это связано с тем, что не там я смотрю, то есть, ну, допустим, вот на Headhunter я их особо не вижу, может быть, ну, несколько раз видела, так вот требуется. Но они, скорее всего, устраиваются туда, ну, где-то на своих сайтах размещают, через знакомых, там, не знаю, объявление вот на нашей школе периодически висит, что требуется тот-то, тот-то. То есть, они просто не пользуются услугами этого Headhunter, я так думаю. То есть, ну, все равно, естественно, здесь есть школы, здесь есть детские сады, здесь есть детские учреждения, всякий дом творчества, там, всякие кружки, музыкальная школа, художественная школа, медицинский колледж здесь есть, музыкальное училище. То есть, естественно, там везде работают люди, и чаще всего там работают, ну, местные жители. То есть, из Москвы, например, сюда не приезжают. Возможно, из соседних каких-то городов, да, вот, которые есть, либо вот местные, те, кто проживает в Пушкино. Маркетологи требуются здесь, ну, опять же, естественно, не так много, как в Москве. Если ты в Москве открываешь, не знаю, там, пишешь маркетолог, там, тысяча, две тысячи, там, не знаю, сколько вакансий, то здесь, конечно же, нет. Здесь это там в пределах десяти, там, иногда пяти, ну, плюс-минус плавает, так скажем, эта цифра туда-сюда. Много здесь за последний, особенно год-два, открылось вот таких вот крупных логистических каких-то центров. Опять же, они туда постоянно набирают персонал. Это Вайлдберрис открыл огромный свой какой-то центр. Глобус открывает тоже свой какой-то огромный, тоже, не знаю, либо открыл, либо вот-вот откроет огромный логистический какой-то центр. Он, по-моему, чуть ли не единственный в Подмосковье, да, либо их там, может быть, парочка. Тоже туда очень, говорят, прям тысяча, что ли, рабочих мест будет открыто по разным-разным направлениям, по разным вакансиям. Из крупных торговых центров, значит, Пушкин парк, там много всяких и зон развлечений, и фудкорты, и магазины продуктовые, всякие-всякие. Естественно, там везде работают люди, везде требуется персонал и так далее. Акварель большой сейчас открыт, в нем внутри Вашан, я уже сказала, Хофф и так далее, крупные открываются. Здесь тоже в самом город, то есть это находится немножко за городом, ну, вот от нас, от центра, ну, ехать нужно какое-то расстояние. Причем мы видели уже много раз, что туда и туда и туда возят корпоративный транспорт бесплатно. То есть тут и так недалеко, и в принципе доехать можно, но вот есть еще корпоративный транспорт. В центре здесь тоже есть торговый центр, естественно, там тоже везде работают люди, но они уже сами меньше, и, ну, естественно, рабочие силы там требуются меньше. Спортивные, как назвать, спортивные клубы, да, открываются очень активно в последнее время, туда тоже берут и тренеры требуются, и маркетологи, и специалисты по продажам требуются вообще, по-моему, всегда и всем, и везде менеджеры по продажам. В принципе, я считаю, что кто хочет, тот работу найдет. В чем, ну, скажу еще, что есть такие удаленные пушки, на очень такое растянутое место, и есть вот от того места, где мы живем. Там дистанция Пушкина. Здесь достаточно удаленные такие населенные пункты, но они тоже относятся к Пушкину, ну, как бы, как отдельные микрорайоны, да. Допустим, Софрино. Там находится, этот, от нас нужно их на электричке, либо на автобусе, но тем не менее, там находится тоже крупный, очень крупный, по-моему, тоже вот один из самых крупных в Подмосковье, логистический центр спортмастера. Это вот я сказала про сторону Софрино, да, туда можно поехать, там, Завета Ильича, но это близко все-таки, а вот Софрино это подальше. Там еще есть, я видела много вакансий, оздоровительный какой-то крупный оздоровительный центр, типа санаторий, не санаторий, там какой-то и бассейн, и фитнес, и какой-то медперсонал, вот такие вот тоже вакансии частенько они публикуют. Он какой-то оздоровительный, комплекс Софрино, по-моему, как-то вот так вот он называется, вот, но это вот в ту сторону. Есть здесь, как они, дома отдыха, или правильно называть, санаторий, туда тоже периодически требуются какие-то сотрудники. В другую сторону, если ближе к Москве, значит, в Клязьме есть, я знаю, какое-то предприятие поворащивания каких-то растений, что-то такое с этим связано, там требуются, опять же, вот, даже не знаю, как правильно назвать, работники, которые прямо вот именно руками там что-то сажают и что-то вот это делают, и, естественно, вышестоящие какие-то, тоже есть вакансии, тоже достаточно такой крупный объект. Можно ближе, чем в Москву, отсюда ездить, например, в Мытище. Мытище, это достаточно уже такой крупноватый город, там, наверное, 1500, да, уже 400-500 тысяч жителей, там больше еще предприятий, и там больше вакансий, но от нас ехать очень удобно на электричке, 20 минут, и ты на месте, а там по городу уже, конечно, там еще больше вакансий, они разнообразнее и так далее. Но все-таки вернемся в наши, так сказать, пенаты и будем говорить про то, что здесь. Мы живем, тут как бы Пушкино еще делится на двое такие стороны, и вот наша основная, и есть еще другая, скажем так, там, где находится больница, по другую сторону от железной дороги, и там же есть еще предприятия, я знаю, что мебельные какие-то фабрики, то есть предприятия есть, работа, в принципе, есть, по сферам, ну вот я разные поназывала, то есть в городе есть все, там и больницы, и школы, и кружки, и так далее, везде в этих предприятиях работают люди, это понятно. Почта есть, МФЦ есть, различные причем отделы. По зарплатам, теперь скажу, конечно, самая всех интересующая, самая такая тема. Конечно же, в целом, в целом, если брать, зарплаты ниже, чем в самой Москве. То есть даже, допустим, если мы берем МФЦ, вот сравнить, вакансии в Москве, это вот сотрудник зала, просто обычный, это 55 тысяч, в наше Пушкино это 35, то есть 15, сколько там, полчаса ты отъехал до Москвы, и вот такая вот разница в 20 тысяч. Но, конечно же, здесь нужно учитывать, что если ты поедешь на эту же вакансию в Москву, ты будешь, а, тратить время, б, тратить деньги на проезд, а это, ну, то есть какая-то тоже там уже сколько-то тысяч в месяц уйдет, у тебя там 2-3, ну, смотря где, куда тебе ехать и так далее. Поэтому кто-то, наоборот, выбирает быть здесь, кто-то выбирает ехать туда, кому что важнее, кому что интереснее. Плюсы тоже есть, то есть ты вот пошел где бы ты ни работал в Пушкино, ну, практически, да, ты можешь либо очень быстро доехать, либо дойти вообще пешком. Это, конечно, очень здорово, это большое преимущество. Не тратишь деньги, значит, когда-то ты можешь вообще успевать ходить на обед, если ты живешь совсем рядом. И, конечно, это очень большой плюс, это очень радует. Ну, вот, в целом так рассказала. Теперь вот хочу прям открыть Headhunter и прям вот с вами посмотреть, что предлагают, какие предлагают зарплаты. Ну, так вот прям пару страниц, там, три пробежимся, посмотрим, да. Вот мы открываем поиск вакансий, указываем, допустим, Москву, убираем, пишем Пушкина. И вставим найти, то есть будем вообще все подряд смотреть, что есть. Сейчас счет редактируем по дате, чтобы нам было наиболее свежие такие вакансии. Вот Пушкино, Московская область. Найдено тысяча вакансий всего по Пушкино. Ну, вот пошло Повар. Вот, опять же, Перекресток, крупная сеть, да. Опять же, нужно думать о том, какие у вас цели, кем вы хотите быть, да. Если вы устроите Перекресток, возможно, вы там пойдете по карьерному росту и потом перейдете куда-нибудь в Москву на классную должность. Ну, как пример, я говорю, да. Вот Перекресток выставил, много тут вакансий. Суши Повар. Пошел работник торгового зала. Повар, Повар. Продавец. Консультант Баоцентр очень много сейчас набирает. Вот она зарплата, допустим, Баоцентр. Примерно 46 тысяч. Кладовщик. Сборщик заказов, как я уже говорила, тоже частенько требуется. Директор магазина, пожалуйста, пятерочка. Ну, без зарплаты. Продавец-консультант цифровой техники. Ну, вот ноу-хау. 40, 80, ну, скорее всего, клад, допустим, 40, остальное там бонусами. Курьер, как я говорила, продавец опять, мастер ногтей, врач пошел. Ну, тут что-то от 150. А, ну, вот это вот экстрадент сеть стоматологий. Медицинская сестра, пожалуйста, 38-45. А, ну, это опять экстрадент, негосударственный косметолог. Оператор по проверке кредитных заявок. Это уже типа удаленной. Специалист технической поддержки. На склад Сберлогистик. Очень даже хорошая, привлекательная себе организация. И вполне себе вакансии и зарплата, пожалуйста, 72. Дальше опять администратор магазина. Бористо, техник. Вот Леруа Мерлен. Тоже, я говорю, разные со всем вакансиям. Потому что там очень много персонала и на разные позиции. Еще агентство. Ивент-менеджер, пожалуйста. В Панда Парк. То есть организация каких-то мероприятий. Вот он, мебельный цех пошел. Интернет-магазин. Менеджер по продажам. Не знаю, что за интернет-магазин. Специалист службы с поддержкой Яндекс. Кстати, Яндекс много здесь набирает. Пожалуйста, фитнес-клуб, про который я говорила, тоже. Менеджер по продажам. От 50 тысяч. Это вот точно реальная зарплата. Я знаю, что они, менеджеры по продажам фитнес-клубов, они зарабатывают реально от 50 и выше. Детский мир у нас есть и не один. Комплектовщик. Склад. Продавец-консульт. Инженер, пожалуйста, какой-то 70-80. БТИ у нас тут есть, я знаю, тоже там требовались как-то. Столяр, фармацевт, провизор. Это вот же дистанция Лосина-Островская. То есть это ехать на электричке, это не в Пушкино находится. Менеджер по туризму. Туристическое агентство такое. Это продажа бронированных туров. 30-80. Ну, я бы ориентировалась больше, конечно, на 30. Остальное, я думаю, что это бонусы. Главный бухгалтер, пожалуйста, школа. Вот я сказала, в школу не... А, или что это школа? Некоммерческие. Ну да, все правильно, значит. Ну вот, зарплаты нету, к сожалению. Дальше. Ну, сейчас пару страниц буквально посмотрим, тратить интерес, чтобы немножко было представление. Конечно, нужно искать по вашей специфике, по вакансиям и так далее. Продавец, продавец, заместитель начальника. Тоже, пожалуйста, заместитель начальника уже. То есть требуется контролер швейное производство. Технический специалист, сотрудник АХО. Товаровед, приемка. Озон, кстати, да, вот, по-моему, сюда склад Озон еще у нас тут есть. Товаровед, мастер по ремонту телефонов. Менеджер, агроферма. Это вот, наверное, как раз та агроферма, да, которая говорила в Клязьме. Ну, скорее всего, но точно не знаю. Опять же, менеджер от 35. Администратор, бассейн, пожалуйста. Ну, 8, это что-то совсем мало. Но, тем не менее, от 8 до 17. От чего зависит, не знаю. Веб-администратор, то есть и технические, всякие айтишные специалисты тоже требуются. Вот мы немножко открыли сферу IT. Вот разработчики даже требуются. 1С, допустим, техническая поддержка. Маркетолог, пожалуйста, требуется. Менеджер по интернет-рекламе. Вот этот склад, который я говорила, огромный. Вот сотрудник склада Wildberries. Ну, там разные, очень много вакансий. Тоже много говорили, будут набирать. Переводчики какие-то. Ну, что я скажу в конце? Работа в Пушкино есть. Если поискать, если задаться целью, то найти можно. Конечно, если вы не какой-то узкоспециализированный, узкопрофильный, какой-то вот такой вот специалист, который достаточно редко требуется. Вот такие среднестатистические, обычные такие вот вакансии, они, как видите, их много, они имеются, они постоянно обновляются и так далее. Зарплаты с 25-35, вот так вот скажу. Вот средняя такая зарплата. Плюс-минус, смотря где будешь работать и так далее. Вы сами видели, что есть и 60, но есть, тем не менее, и все-таки 25-30. Как бы вполне себе в какой-нибудь пятерочке, там, да, запросто или даже больше будешь получать. Плюсы работы в Пушкино, конечно же, тоже есть, если вы тут живете, то это близость, еще раз говорю, экономия на времени, на деньгах такие самые основные. Вот, ну, а о работе в самой Москве, я думаю, что мы поговорим как-то в другом видео, тоже так можем посмотреть что-то, подумаем, что можно там найти такого интересного и чем она, конечно, очень привлекательна, это Москва со своими супервакансиями. До новых встреч, пишите свои вопросы в комментариях, постараюсь всем ответить и будем снимать дальше. Всем пока!